18 марта состоятся выборы президента России. Наша следующая информация адресована гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим или временно находящимся на территории Республики Беларусь. У вас также будет возможность в день голосования отдать свой голос за достойного кандидата. Надо отметить, что это была доступна и в предыдущие выборы, но в этом году есть свои особенности. Главное новшество, которое коснется граждан России, жителей Беларуси, либо просто граждан России, которые временно здесь с туристическими и личными целями находятся на территории страны, то, что будут открыты дополнительные участки. Ну, традиционно главный избирательный участок у нас будет действовать в Минске в посольстве. Во всех областных центрах будут организованы избирательные участковые комиссии. И с этого года можно будет проголосовать не только в областных центрах, но и в ряде районных центров Беларуси. В частности, в Витебской области дополнительные избирательные участки будут открыты в Полоцке и в Орше. Также жителям Борисова и Бобруйска, я знаю, что аудитория вашего канала распространяется на эти два региона, тоже будет удобно проголосовать в этом году, потому что они смогут найти избирательные участки в своих городах. Гражданам России в день выборов можно будет проголосовать. Город Витебск, улица Маяковского, 1, Центр культуры, Витебск. Город Бобруйск, улица Социалистическая, 105, Могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича. Город Борисов, улица Чапаева, 3, Центральная районная библиотека имени Колодеева. Город Орша, улица Ленина, 41, гимназия номер 2. Город Полоцк, улица Гоголя, 15, Дом культуры. Участки для голосования в день выборов будут открыты с 8 до 20.00. Какие документы необходимо иметь гражданам Российской Федерации для того, чтобы обладать свой голос? Главный документ, удостоверяющий лично граждане Российской Федерации, это либо заграничный паспорт, либо внутренний российский обычный гражданский паспорт. В голосовании могут принять участие даже обычные граждане, которые находятся буквально на один день, приехали в Беларусь и просто здесь находятся с туристическими целями, либо посещают родственников. То есть это исключение, которое делается для заграничных наших избирательных участков, что в принципе не нужно быть постоянно проживающим в том или ином месте. Для всех, без исключения граждан России, либо проживающих здесь постоянно, либо временно находящихся, приехавших сюда буквально на один или два, неважно на сколько дней, совершенно необязательно подавать заранее заявление в избирательной комиссии во включении их в списки избирателей, а достаточно просто явиться на избирательный участок и с действующим документом, удостоверяющим их личность.